Всем огромный привет! Мы сегодня поговорим о влоге канала Лена и Ваня Лайф. Но пока я буду рассказывать, что же произошло у неё в влоге, вы ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. И, кстати говоря, огромная благодарность всем, кто уже подписался. И прошу тех, кто ещё не подписался, подписывайтесь активнее, пожалуйста. Действительно, вы всё равно смотрите обзоры, но с подпиской, конечно, было бы гораздо приятнее смотреть, я больше чем уверена. И жмите на колокольчик всем, чтобы оставаться в курсе новых обзоров. Ну а вот переходим ко влогу канала Лена и Ваня Лайф. Наконец-то приехали они в Дивеево и заселяются в гостиницу. Их номер оказался на третьем этаже, и Оксана идёт впереди. Вы знаете, Оксана как такой вот какой-то разведчик, неразведчик, даже не знаю, как её назвать. Она идёт впереди, она такая уверенная в себе, она знает, куда идти. Живёт по принципу «идите за мной, я знаю, куда». Ну и Лена за ней, конечно, идёт, отстаёт где-то на один пролёт от Оксаны. Ключ от номера, конечно, тоже у Оксаны. Мы наконец-то поднялись, Оксана открывает двери. И Лена, вы знаете, так вот оглядев номер, говорит, я ожидала худшего, да. Но, говорит, мне тут нравится. Думаю, ну всё, теперь Дивеева просто обязана Лене. Вот Лена оценила, да, по достоинству. Ей тут нравится. Ну, слава богу, подумала я. Как-то вот эти вот сутки, которые сестрички проведут в Дивеево, пройдут для Лены более-менее в комфортных условиях. И это радует. Удивительно, что Лена не сравнила этот номер с номером в Турции. Ну, с номером нет, с той квартирой, в которой они жили в Турции. Выглянула из окошка и говорит, боже, как мне всё нравится, как всё красиво. Удивительно, что не было сравнения с турецкими крышами. Помните, как Лена говорила, видовые виды, видовые крыши. В общем, она была в восторге от турецких крыш. А здесь из мансарда, хоть и нет выхода на крышу, но всё равно Лена в восторге. Да, действительно, Дивеевы перед Леной в огромном долгу. Очень рада и Лена, и Оксана тому, что их поселили только в двоём номере. Номер двухместный, говорит, очень часто селят и втроём людей, да, и вчетвером. Но, тем не менее, им повезло и только не вдвоём будут в этом номере. Просто в восторге Лена. Но потом, когда она зашла в ванну, ей не особо понравилась ванная вроде как. Но виду Лена не подала, да. Наоборот, сказала, ой-ка, хорошо, тут даже шампунь ей, всё замечательно, всё классно. Ну, хотя бы так, да. Говорит, вот кто думает, что, мол, я Оксану обижаю, то это совсем не так. Обидеть Оксану нереально. Вот смотрите, она уже выбрала себе первую эту кровать, на которой она будет спать. Нам, конечно же, об этом сказали в кадре. А что да как у них там происходило за кадром, никто не знает. Возможно, Лена выбрала себе первую кровать, а уже Оксане досталась та, которую я досталась. По основному принципу будем так говорить. Не знаю. Но Лена всё хочет себя как-то, вы знаете, обелить. Сказать, посмотрите, какая Оксана молодец. И всё-то ей лучше достается. И она первая имеет право выбора, право голоса. А я уже как я. Правда, мы, конечно же, никогда не узнаем, что да как у них там за кадром происходит, да, когда выключена камера. Приехали сестрички в святое место. А первым делом, что их волновало? Конечно же, пароль от Wi-Fi. Они были готовы даже снова спуститься. Кстати говоря, лифта не было в этой гостинице. Спуститься пешком с третьего этажа снова на первый, с тем, чтобы узнать этот самый пароль от Wi-Fi. Но потом он был ими обнаружен на самом видном месте. Бумажка была приклеена прямо к зеркалу. То есть, ну, вот оно всё. Я не знаю, как сёстры смотрели, в какую сторону. Но, тем не менее, да. Наконец-то все теперь счастливы. Успокоилась. И Лена, и Оксана лишний раз им вниз спускаться не надо. Вот. Ну, и, конечно же, Лена стала рассматривать покрывало. Говорит, такие покрывало я у бабушки где-то видела, что ли она сказала. Или на рынке где-то она видела подобные покрывало. Такие, вроде как лоскутные одеяла. И покрывало. Ну, конечно, что ли она ожидала увидеть? Я не знаю, что ли она ожидала увидеть. Ну, это что, и пятизвёздочный отель, или что это такое? Вот. Подушка, говорит. Дальше Лена заявляет. Говорит, пуховая подушка, и её снести невозможно. Говорит, ты так берёшь её в руки, и рука отваливается. Пуховая. Вспоминает о том, что когда-то, когда они были у бабушки, у бабушки было пуховое одеяло, и все прям очень хотели спать под этим одеялом. Так всё-таки, наверное, подушка не пуховая, наверное, переевая всё-таки, родная такая тяжёлая. Ну, скорее всего. И, скорее всего, одеяло было пуховое у бабушки, оно было лёгкое, но тёплое. Да, почему бы и нет. Сомневаюсь я, что там было какое-то перевое одеяло, да. Скорее всего, пуховое одеяло лёгкое, тёплое, а подушка была переевая. Как Лена умудрилась перепутать пух и перо, я не знаю. Хотя, в принципе, это Лена. Говорит, что вот номер стоит 2200 на двоих, и несмотря на такую цену, мол, и да, всё равно за дополнительную плату. Плюс сам тур ещё 4000. В общем, ищут девочки, сестрички, девочки, девочки, где можно сэкономить. Всё-таки, за что они заплатили 4000? Вот, ну, никак они не могут понять, за что они заплатили. Действительно, за что вы заплатили 4000, а? Действительно, вы же не ехали сюда, да, вам гид ничего не рассказывал. Ну, и так далее, и так далее. Почему-то они считают, что им всё должно доставаться, но если не бесплатно, то по очень низким ценам. Я не знаю, почему они так считают. Но, по крайней мере, у меня именно такие выводы. Какие выводы у вас, вы напишите, пожалуйста, в комментариях. И вот вышли погулять, сестрички. Вышли погулять. Хотели они к мащам Серафея Масаровского. Он там такая очередь. В общем, надо, им сказали, часа два подождать. Пусть очередь немного рассеется. Потом уже, мол, придёте, людей будет меньше. И пошли они погулять на пруд, что ли. Там какой-то водоём и газон рядом с водоёмом. И ограждён газон. Правильно, по газону не ходить. Но нет, вы знаете, какая мысль пришла в голову Лене? Говорит, вот сейчас бы полежать на газоне, на травке полежать. Красота, говорит. Ну, действительно, где бы Лена ещё полежала бы на травке? Но, слава богу, они на газон не легли. Говорит, мол, Лена о том, что она нервный человек. И в Дивеево она расслабляется. Да, ну, вы знаете, она до такой степени расслабилась вместе с Оксаной, кстати. Что вот отдыхать на травке, на газонной они не стали. А сплясать они сплясали. Причём плясали такие танцы, что... Ой, ужас какой-то. Главное, вы знаете, даже, наверное, не что они плясали, а как они плясали. Им выдали вот эти вот юбки, да. Такие, которые можно обмотаться, что ли, да. Да, такие куски материала, которым можно, ну, сымитировать, что ли, юбку длинную, да. На прокат. И, по-моему, Оксана, если я не ошибаюсь, или Лена, в общем, кто-то из них поднял над головой вот это дело и танцевал. Вы представляете, вообще, в святом месте вот эти вот танцы устроить. Сестрички, конечно, это не выложили в Ютуб, но Оксана это выложила в свой Инстаграм. Это кошмар какой-то. Это просто был ужас. И Лена танцевала как-то странно, и очень, вы знаете, да, как-то азартно она танцевала, и пыталась кого-то там спародировать в танце. И Оксана тоже выплясывала. Это ужас какой-то. Они в Турции так не плясали, как и не плясали в этом святом месте. Вот уже расслабились, так расслабились, да. На славу расслабились. Ужас какой-то. Это я просто не имею слов, чтобы описать всё своё возмущение, и я вообще не понимаю, как можно себя так вести в святом месте. Как вообще им эта светлая мысль с танцами, да, пришла в голову? Вообще не понимаю, сестёр. И вообще, как им никто замечания не сделал? И почему им никто замечания не сделал? Для меня остаётся, конечно, загадкой. А возможно, вы знаете, и сделали им замечание. Может быть, именно поэтому у них совесть всё-таки проявила себя, и Оксана удалила это видео из своего Инстаграма. Но танцы, конечно, были жутчайшие. Я просто в ужасе. Ну и, конечно же, после того, как они, так сказать, расслабились, надо сходить в церковь. Да, надо пойти в церковь. Я так понимаю, грехи заменить. Срочно. И говорит Лена о том, что вот взяли такую вот юбку на прокат, потому как нет у них платьев, таких платьев, чтобы не закрывали колени и руки. Думаю, ну вот так дожили девочки-сестрички до своих лет. Одной 45-46, второй 50-51, где-то в этом, да, бирахе у них возраст. И вот что? А ничего. У них нет платьев. Таких, которые закрывали бы колени. Вы можете вообще представить такую ситуацию? Такое ощущение, что вот действительно вот такие девочки-девочки. Но, учитывая то, что у Лены по-прежнему два хвостика, перетянутые резиночками и с искусственным жемчугом, то, конечно, да, девочки-девочки. Ну и, наконец-то, время прошло. Уже, я так понимаю, более двух часов. И говорит Лена о том, что, мол, посмотрите, какая красота. Тут, на этой территории, на этой площади расположено четыре храмы. Я перемотала обратно, думаю, ну не может быть такого. Нет, вы знаете, правильно я услышала. Четыре храмы. Ну, видимо, одна храма, две храмы, три храмы, ну и так далее. Четыре, соответственно, тоже храмы. Ужас какой-то. Лена вообще не понимает, что она говорит. Храмы. Одна храма. Хотела она в храме, конечно, поснимать, но запрещено. Стала она ждать Оксану потом на улице. Потом как Оксана пошла, слава богу, думаю, отошла от Лены снять что-то свое. И Лена говорит, вот, замаскировались они в юбке и платке. И теперь вот Оксану не может Лена найти сразу в толпе людей. Говорит, только по какой-то полосатой футболочке, мол, могу найти. Ну да, замаскировались, подумала я, так замаскировались. А потом две сестрички, все-таки, я думаю, Дивеева им теперь очень обязана, да. Эти две сестрички сделали вывод, что храмы России самые красивые. Думаю, ну неужели, что случилось? Все-таки в Вене начинает нравиться Россия. Просто удивительно. А мечети турецкие вообще теперь, получается, не впечатляют? Или все-таки родителями была проведена беседа с Леной? Я не знаю. Или на самом деле Лена вдруг стала что-то понимать. Вдруг стала рассматривать красоты России. Вдруг она стала проникаться тем, что она живет в России. И что все-таки в России и природа хорошая, и архитектура чудесная. Но на самом деле-то, я не знаю. Но тем не менее, факт остается фактом. Видите, храмы России самые красивые. Ну и слава Богу, подумала я. Конечно, если Лена не лицемерила в этот момент, когда она об этом нам говорила. Ну а дальше я не знаю, что с Леной произошло. Но она вдруг нам стала говорить о том, что надо оказывать помощь близким, делать благие дела, вот, и не просто молиться и что-то вот делать, да. Это вера в Бога для Лены на самом деле, представляете? Ну, с одной стороны. С другой стороны, почему бы и не молиться, да. Конечно, возможно, без того, чтобы пойти в храм, в церковь или еще куда-либо, да. Но так вот про себя в душе, да, попросить Бога о чем-либо, почему бы и нет. И мне очень интересно, какую помощь Лена оказывает близким, и какие благие дела она делает. Ну вот я не знаю, вот честное слово. Если говорить про Ваню, например, да, как самого близкого человека Лены, то я не думаю, что она прям вот помогает ему, да, и благое дело делает, закармливая ребенка, и не обращая внимания на его образование, на его учебу. Я не думаю, что это называется делать благие дела. Если рассматривать ее отношения с Оксаной, помятуя о том, как Оксана-то стала тяжелый чемодан в той самой Турции, буквально вот еще месяц назад, да, может даже меньше, чем месяц, а Лена налегке шла, то опять же я не думаю, что Лена совершала благое дело. Ну и так далее, и так далее. В общем, перечислять можно все эти факты до бесконечности. И нигде Лена не сделала ни единого благого дела. Почему-то все для Лены делали хорошее, да, и чемоданы и таскали. Ой, и как-то вот у нее был капитал в руках, так сказать, да, деньги были сосредоточены в руках Лены. И Оксана жила с оглядкой на Лену. А можно ли это, а можно ли то? Сок. Помните, когда в Турции Лена покупала, когда вот они пошли ходить? Лена взяла себе сок. И Оксану спрашивала, что ты будешь вообще? Так если ты себе берешь, возьми сразу Оксане, сделала благое дело. Скажи сразу, нам два сока. Да, два там стакана сока. Нет. Лена спрашивала Оксана, хочет ли Оксана. А как Лена сама считает, если Оксана прошла с ней два с половиной километра? Хочет она пить или не хочет? Или только Лена хочет? В общем, это все можно перечислять до бесконечности. Ну, а тут что? Оказалось, что вот, оказывается, надо совершать благие дела. Да, да, конечно. Ой, пошла она дальше с Оксаной гулять. Снова вышли к этому водоему. Лена увидела, как она говорит, камыш в водоеме. Водоем стал заросать камышом. Ну, опять же, Лена нам говорит, что это камыш, но я с ней не соглашусь. Это рогоз. Камыш все-таки имеет метельчатые соцветия. А это то, что нам Лена показала, это рогоз. Говорит, вот ей всегда было интересно, что это за растение такое. Прям вот хотелось даже сорвать один вот этот вот росток, что ли, да, и принести, дать Ване, чтобы, внимание, удалить страсть Ване к разрыванию. Представляете? Ну, я просто не могу понять. Опять же, Лена делает благое дело тем, что утоляет страсть Вани к разрыванию. Позволяет ему что-то разрывать, что-то бросать, что-то ломать. Это не благое дело, это скорее наоборот. Вот. Ну, Лена, видимо, не знает отличия рогоза от камыша. Ну, и в итоге, конечно, они уже нашли какую-то купель, они туда вроде как даже окунулись. Ну, это было так про между прочим. Как будто бы они не для этого туда приехали. И вроде как выстояли очередь к этим самым мощам, и вроде как даже попали туда, куда они хотели, и вроде как собираются снова в гостиницу. Ну, вы знаете, по дороге в гостиницу их остановил магазин. Да. Оксана первая прошла, разведала, что за магазин. Лена говорит, ну, наверное, никакой, потому как Оксана зашла и сразу вышла. Ну, оказался винный какой-то магазин. И он назывался, как Лена выразилась, Бристоль. Но, опять же, я не думаю, что Бристоль скорее Бристоль, потому как я не думаю, что магазин будет назван точно так же, как картон, как спрессованная бумага, да. Почему? Потому как Бристоль – это картон. Я не знаю, как Лена этого не знает. А Бристоль всё-таки город. Ну, вряд ли магазин назывался бы картоном, да, названием картона. Поэтому, скорее всего, Бристоль. И, конечно, они ещё зайдут в продуктовый магазин, потому как кормят, оказывается, в столовой при храме. Очень-очень скутненько. Какой-то суп на воде и что-то ещё. Лена сказала тоже. Ну, в общем, не удовлетворила Лену меню этого самого заведения. Поэтому Лена и Оксана будут есть то, что они сами себе купят в продуктовом магазине. Ну, не знаю, как по мне, таким обеим не помешало бы вот так вот поесть в этой самой столовой, да. Почему нет? Такой вот разгрузочный себе день устроить. Очень даже хорошо, кстати говоря, и для души, хорошо и для тела. Но нет, они пойдут в магазин купить себе что пожирнее, что повкуснее. Ну, в принципе, как и всегда. Ну, вот таким получился у меня обзор влога канала Лена и Ваня Лаф. Если он вам понравился, ставьте лайки. Если нет, то ставьте дизлайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на наш канал. Всем пока.